Сразу две разные, но одинаково интересные выставки открываются 3 февраля в Центре Современного Искусства Заря. Взламывание – первая в России персональная экспозиция одного из ярких представителей современной художественной сцены Берлина немецкого художника Фабиана Кнехта, в центре которой находится осмысление субъекта длящейся вещи. И единственная дебютная для нашей страны ретроспективная выставка русского кинетического искусства «Вечный двигатель». А все подробности об этом мы узнаем прямо сейчас. Это программа «Время говорить». Меня зовут Анна Бережная. У нас в студии сегодня Алиса Богданайте, главный куратор Центра Современного Искусства Заря. Здравствуйте, Алиса. Здравствуйте, Анна. И Анастасия Марухина, независимый куратор. Здравствуйте. Очень рада вас видеть. Алиса, вас вновь рада видеть у нас в студии. И давайте, наверное, начнем с выставки русского кинетического искусства. Нам интересны все подробности и вообще, что же такое кинетическое искусство. Ну вот вы сказали, что выставка дебютная. Это действительно так. При этом мы представляем в основном очень известные, часто выставляемые работы. Единственное, что отличает от всех остальных выставок, которые происходили, не в Владивостоке, а в основном в центральной части России и за рубежом, это, конечно же, то, что мы впервые собрали кинетические произведения искусства за такой широкий отрезок времени. От эпохи русского авангарда, когда такие художники, как Владимир Татлин, Александр Роченко, Казимир Малевич дали толчок к кинетическому искусству. Через 60-е годы, когда благодаря группе движения Льву Нузбергу, Франциско Инфанте и другим художникам оно вошло в стадию расцвета, до сегодняшнего дня и художников современных, которые работают с кинетическими объектами сегодня. Так что в выставке будет много известных имен. Многие вещи вы могли видеть, например, некоторые экспонаты, вы можете видеть, в постоянных коллекциях, музеях искусства, таких как Русский музей, Государственная Третьяковская галерея, и многие из них узнаваемы, но для владивостокских жителей, жителей Владивостока, возможно, будет интересно их увидеть впервые, или не впервые, но в таком объеме и ракурсе. А можно чуть подробнее о кинетическом искусстве сейчас рассказать? Ну, когда мы говорим слово «кинетический», мы его хорошо знаем, потому что кино, кинематограф – это те слова, которые мы используем часто, но если кинематограф – это движущееся, так скажем, изображение, то здесь речь идет о движущемся объекте искусства. Но движение – это довольно условный фактор, потому что иногда мы действительно видим мобиль, то есть когда это кинетическая скульптура, и мы видим, что объект действительно перемещается. Иногда это оптические эффекты, иногда это искусство восприятия, иногда это движение зрителя и прохождение некоторого опыта, некоторого пути во время взаимодействия с объектом. Ну и, наверное, правильно сказать, что перформансы, то, что использует Fabian Kinect, свои работы тоже своего рода продолжение? Да, абсолютно точно, перформансы Fabian Kinect, можно рассматриваться тоже как продолжение развития идеи кинетизма эпохи модерна. Но упомянуть просто откуда, ну и какие истоки, Fabian Kinect – ученик художника Алафура Элиассона, который занимается развитием больших, крупных инсталляций, которые работают, экспериментируют над восприятием зрителя непосредственно за счет пространственных эффектов и временных эффектов. Fabian Kinect берет эти эксперименты тоже с восприятелем, но немножко дальше. Он работает непосредственно в среде социальной, в городской среде, в среде природной какой-то определенных мест. Он создает определенные ситуации, конструирует их или делает объекты, которые создают дискомфорт. И таким образом зритель, когда видит объект или эту ситуацию, у него возникает рефлексия и какое-то переосмысление предметного мира, реальности. Восприятие их, оно меняется несколько, да? Соответственно, отсюда возникает эта идея движущейся вещи. То есть есть время, есть время восприятия, и это движение скорее внутреннее, чем непосредственно механизм. Вот вы сейчас немного рассказали, чуть подробнее, да, о кинетическом искусстве. И мне, как человеку, который больше как зритель все-таки это воспринимает, а не как, безусловно, специалист, показалось, что, наверное, большая часть объектов современного искусства, она как раз относится отчасти к этому. Правильно я понимаю? Вот Анастасия упомянула имя художника Алафура, Леосона, и мы нашли одну цитату, в которой он говорит, что все, что я делаю, придумано в эпоху русского авангарда, да? И он отталкивается от того импульса, который был задан в России в начале 20 века, разрабатывает его, но уже в совершенно другой художественной ситуации, совершенно другой, не художественной, а вот реальной, проживаемой нами жизни, реальности. И, собственно, когда мы говорим про выставки кинетического искусства, который сейчас проходит на заре, нам важно было посмотреть на кинетизм как жанр, как эпизод, как метод, как хотите, в определенной эпохе, которая, ну, в своей динамике, мне кажется, заканчивается, на самом деле, к концу 20 века, то, что мы видим современное, уже кинетизм не... является, скорее, методом или формой, чем содержанием. И вот куда он выходит в современном искусстве международном, это большой вопрос, да? И многие по-разному с ними работают. Есть ниша, которая занимает Алафур, или Асон, которая работает с непосредственным восприятием нас самих в пространстве. Есть такие дискомфортные перформансы и исследования, которые делает Фаббинг Нейхт, и когда выставка Фабиона закроется, мы покажем еще одного художника из Японии, это Мичико Цуда, который работает с медийным дискурсом, потому что надо понимать, что в 20 век... Почему кинетизм? Потому что сам 20 век был одним сплошным движением. Вспомните, как выглядел мир 100 лет назад и какую дорогу мы прошли, и как эта дорога была наполнена мечтаниями о полетах в космос, о новых пространствах, как сжался мир за это время, насколько короткими стали дистанциями. Разумеется, не может мир меняться, а искусство оставаться прежним. Поэтому в первую очередь кинетическое искусство – это попытка иногда поймать, а часто предвосхитить то развитие и то изменение мира, которое мы наблюдаем. Мир продолжает меняться, поэтому искусство приобретает другие формы. Мне бы хотелось, чтобы подробнее рассказали о творчестве Фабиана Кнехта. Это очень интересный художник. Ну, как вы упомянули, Фабиан Кнехт является представителем, одним из ярких представителей молодых берлинской сцены. В основном, в основе его практики лежит, как я уже упоминала, акция, которые проходят в разных уголках мира. Фабиан обычно приезжает в это место, изучает его, и на каком-то своем уровне восприятия начинает работать с предметным миром вокруг, а также с социальными и политическими какими-то контекстами. В основном он говорит, что его искусство не политическое, хотя есть серия работ, непосредственно связанная с политическим перформансом. Например, когда он в Нью-Йорке проходит, он заказывает... Ну да, он заказывает песок из Сирии, из разрушенного города, и осыпает себя этим песком и проходит через Нью-Йорк по месту, где вот случился 11 сентября непосредственно теракт. Да, это сложно назвать не политическим искусством, безусловно. Да, но в основном, как уже упоминалось, он работает с восприятелем прямым своих действий. Например, на выставке на Заре будет представлено несколько объектов, и один из них будет тоже объектом, как результат исследования во Владивостоке. Что будет очень интересно увидеть, это... Один из принципов, кстати, упомянуть, один из принципов его работы, это очень часто превращение действия в какую-то предметность, то есть в объект. Этот принцип выражается тоже через принцип названия его работ, как он дает название работам. И, например, на выставке на Заре будет объект тоже, который подразумевает, в котором заложено некое движение. А вот давайте сейчас сделаем небольшую паузу о том, какой же объект будет представлен на выставке, мы узнаем после короткой рекламы. Оставайтесь с нами. А мы продолжаем наш разговор о новых выставках в Центре современного искусства Заря. Анастасия, я вас буквально перебила, вы хотели рассказать об одном из объектов Фабина Кнехта, который представлен на новой выставке. Давайте продолжим этот разговор. Да, но хотелось бы упомянуть, что у Фабина Кнехта изначально был интерес к Владивостоку как месту, как географическому месту, как к культурному месту, потому что однажды он проезжал во время одной из своих акций, он проезжал мимо Владивостока, и на один день остановился и посмотрел на пейзаж города. И, в общем-то, у него возникли идеи, новые идеи, связанные непосредственно с этим местом. Заря пригласила его в резиденцию, и в рамках этой резиденции Фабин будет развивать новый проект. И когда он готовился к выставке, у него очень много возникало новых идей, но так как, ну, что можно реализовать во Владивостоке, и в итоге все это сформировалось в очень лаконичную, но очень мощную, емкую вещь, прекрасную по форме, которая даже вместилась в пространство. Ну, потому что она на самом деле емкая, и художественное какое-то восприятие Фабина, которое пытается впитать всю среду, в итоге получилась очень прекрасная вещь. Рассказать подробнее или это оставить сюрпризом? А лучший сюрприз, ну, надо подвести, сделать тизер какой-нибудь. Ну, мне кажется, что... Хотела по поводу самой экспозиции сказать, что действительно это будет одновременно две очень контрастные выставки, потому что, когда мы говорим про вечный двигатель, русско-кинетическое искусство, мы, конечно, видим там современных художников, но в первую очередь мы сделали акцент на классиках, потому что нам было важно в Владивостоке показать самых известных русских художников, которые работают в этом жанре, за всю историю его, потому что было бы странно понимать отсылки, которые делают наши современники без того бэкграунда, без того прошлого пути, который был уже пройден. И поэтому вы видите в основном классическую развеску, в основном это объекты, произведения, живописи или графики. И вы видите очень интересно выстроено пространство, которое, конечно, говорит на совсем другом языке. И мне кажется, что вот этот контраст для зрителей будет особенно интересным, поэтому я желаю, чтобы все пришли на кинетические выставки дважды. Вот сейчас, когда открылась выставка Фабиена, и в следующий раз, когда русско-кинетическое искусство будет также в диалоге с японской художницей, что, конечно, мне кажется, для Владивостока тоже актуально, потому что это место между двух полюсов и с такой сложной идентичностью, одновременно европейским менталитетом, но азиатскими соседями. Зачастую, когда речь идет о современном искусстве, в классическом его понимании наших людей, пока что, может быть, за границей это как-то по-другому, может быть, нет, развеете, может быть, сейчас этот стереотип наш, но многие говорят, ну что, это разве искусство? Вот Фабиен там выбил стекло, да, проник на территорию здания, да, если я не ошибаюсь, т.е. 920-х годов, правильно? Нет, это дом, где родился Марсель Дюшан, это художник начала 20-го века, который считается отцом концептуального искусства, и который, кстати, тоже создавал очень много кинетических объектов. Например, одно из первых его экспериментов с движением – это колесо кинетичное, которое двигалось. Вечно движется, да? Да. И Фабиен проникает на территорию родового дома Марселя Дюшана и выбивает ночью камнем окно. При этом этот дом, он давно уже не принадлежит семье Дюшана, потому что они оттуда переехали, когда ему было 15 лет или 16, ну, в общем, когда он был юным еще. И таким образом Фабиен Кнех, с одной стороны, признает мастера концептуального искусства, потому что продолжает его традиции, и, с другой стороны, он хочет заявить, это своего рода протест тому, что Марсель Дюшан был тоже отцом Рэдди Мэйда, то есть это художник, который впервые ввел в терминологию или даже в понятие, в мир искусства, такое понятие, как Рэдди Мэйд, то есть когда он брал вещи и приносил их в пространство музейное и говорил, что это произведение искусства, и что художнику, в общем-то, не нужно особо что-то создавать, а есть непосредственный контакт между зрителем и этим объектом. Потому что значение того предмета, который мы помещаем внутрь музея, от одного этого перемещения меняет свое значение. И когда мы говорим, что Фабиан выбил окно, это вовсе не искусство, то когда Марсель Дюшан принес, извините, писсуар, перевернул его на бок, подписал, чужим именем, правда, а салон отверженных, я же сказал, он не был принят. Его сообщество художников отвергло, как оно отвергло большое количество знаковых произведений в истории искусства, от Моне до Родена в свое время. Но потом, благодаря теории искусства, благодаря тому, что было осознание, что искусство меняется, меняется его значение, меняется форма, меняются методы работы художника, теперь это один из самых классических, чаще всего встречающихся в теоретических текстах и в учебных пособиях, пример того, как художник победил общественное мнение. Но на самом деле мы никому эту теорию не навязываем, каждый должен прийти и составить собственное мнение, опираясь на теорию философии искусства или на свое субъективное мнение и непосредственное восприятие. Но данная работа была ключевой и название выставки тоже происходит от названия этой работы. Это слово, которое сложно перевести на самом деле, потому что оно не существует даже в немецком. Это сочетание глагола и приставки ум, которая из глагола превращает слово в существительное и означает разбивание или взламывание. Почему эта работа была ключевая в данной выставке? Потому что для Фабиена Кнехта очень важно, как художественное свое заявление, разорвать эту связь с выставочным пространством, потому что большая часть его произведения происходит не на территории музея или галереи, то есть они происходят в естественной, так сказать, среде социальной. Вы, в принципе, ответили достаточно емко на мой вопрос. Хочется дозадать такой небольшой хвостик от этого вопроса о том, как принимают сегодня современное искусство и воспринимают ли его. Как принимают его именно жители Владивостока? Ведь вы очень часто проводите подобные экспозиции в Заре. Мы стараемся проводить подобные экспозиции всегда в некотором диалоге. Во-первых, нам очень интересно показывать разные точки зрения на предмет и не только внутри поля современного искусства или искусства в более широком смысле. Мы делаем кинопрограмму, и в этом сезоне Андрей Василенко, куратор, предлагает программу под названием «Невозможность остановиться», которая посвящена в основном научной фантастике, как тоже один из важнейших импульсов XX века. И это международная кинопрограмма. В нее не попал фильм «Кинзадза», который вам хорошо известен, но который вот эту связь для нас очень четко прочерчивает. Потому что, кстати, если вы вспомните все вот эти изобретения роботов и какие-то устройства, то они были изобретены, придуманы, воплощены в жизнь художником этой выставки Вячеславом Каличуком. И это, мне кажется, демонстрация замечательной связи того, о чем кинетизм и говорит, что все дисциплины связаны между собой. И в числе всех движений кинетизма есть движения между жанрами синтеза новых жанров. Появляется такое явление, как светомузыка, и светоживопись, и огромное количество поисков. Все они объединены. Поэтому, мне кажется, возвращаясь к вопросу о диалоге зрителя, это совершенно интересная история. Потому что, с одной стороны, мы показали очень качественные вещи, но с разных точек зрения они будут любопытны. И, мне кажется, людям, которые работают с искусством, и с культурой, и с наукой, и с техникой, и с архитектурой, и с дизайном. Потому что, как искусство авангарда, впоследствии кинетизм не признавали никаких границ и пытались найти взаимодействие в тех вещах, которые, казалось, были разъединены. Очень интересно вы рассказываете. Но у нас, к сожалению, остается буквально несколько минут. А я бы еще очень хотела спросить о ближайших планах. Мы впервые встречаемся с вами в этом году. Расскажите, Алиса, и раскройте небольшие секреты. Спасибо за вопрос. Мы ждем вас всех на новых выставках. Детей с родителями на параллельных программах и детских мастерских, которые продолжат кинетический импульс. И, мне кажется, детям будет это очень интересно. Также ждем вас всех на фильмах, в выходные дни. Следующими выставками в этом сезоне будет история советского дизайна 1950-80-х годов и российского предметного дизайна. Очень интересно, кстати. Да, это будет замечательно. А осенью мы будем говорить об альтернативной моде эпохи 80-х годов под названием «Асса в массы». И, я надеюсь, 2017 год будет... Я надеюсь, по поводу моего любимого одноименного фильма, да, есть какая-то связь? Там будет материал, да, и, конечно, это дух вот этой эпохи, этого фильма всем хорошо знаком. Но там будет не только альтернативная мода, собственно, с большим акцентом на искусство этого периода, фотографию, видео, фэшн и многое другое. В общем, и следить, конечно, за новостями резиденции. Очень много художников приезжает из разных городов и стран. Начиная с этой пятницы ждем вас на заре, на новых выставках «Вечный двигатель. Русское кинетическое искусство» и Фабина Кнехта «Взламывание». Спасибо вам огромное. Всегда очень приятно с вами поговорить. И я хочу отдельно поблагодарить вас за то, что вы так всесторонне развиваете не только молодежь Владивостока, но и более старшее поколение и детишек, безусловно, жителей нашего города. Спасибо, что пришли к нам. Надеюсь, еще раз увидите вас у нас в студии. Спасибо большое за предложение. Я напоминаю, что это была программа «Время говорить». В студии работала Анна Бережная. Увидимся на восьмом. Увидимся на восьмом.